Учреждения культуры это объекты, где можно не только рассматривать картины, экспонаты или слушать классическую музыку, но и получать полезную для здоровья информацию. В картины галереи городского округа Люберцы проходят лекции о диетологии. Беседы проводит эксперт по правильному питанию Евгения Козлова. Все подробности в материале нашего корреспондента. Зря говорят, что это то, что мы едим. К этому выводу пришли еще древнегреческие мудрецы. Состояние здоровья человека на 80% зависит от качества питания. Сегодня эта тема одна из самых модных в блогосфере. Какие продукты употреблять, в каких количествах и во сколько. Советов по правильному питанию очень много, но в своих лекциях Евгения Козлова придерживается исключительно научной точки зрения. Если мы из крайности в крайность, то есть либо мы едим все вообще, все, что видим, все, что под вас на глазу, все поглощаем. И вторая крайность, когда мы не едим ничего, едим только траву, едим куриную грудку с гречкой и думаем, что все будет прекрасно. Нет, в этом случае тоже не будет прекрасно. Переход на правильное питание – это целая философия, убеждена Евгения. Осознанное и осмысленное отношение к тому, что человек употребляет в пищу – залог успеха. И непременный помощник в этом вопросе – йога. Еще раз вдох. И с выдохом возвращаемся в исходное положение. Таз опускаем на пятки. В отличие от других спортивных активностей йога – занятие психофизиологическое. Упражнения не только помогают почувствовать прилив сил, но и переосмыслить цели, принципы и повседневные привычки. Я даже по себе замечала, я кроме йоги занимаюсь еще в спортзале силовыми тренировками. И после силовых тренировок всегда хочется прям вот поесть, прям вот съесть слона. А после йоги есть не хочется. То есть не то, чтобы ты голодаешь, а в плане, что чувствуешь легкость. И тебе не хочется какой-то тяжелой пищи. Ты понимаешь, что ты сделал что-то хорошее для своего здоровья, для своего тела. И в этом смысле ты не хочешь портить эту картину каким-то неправильным питанием. И что самое главное – йоге все возрасты покорны своими азами. Молодой инструктор охотно делится с участниками проекта «Активное долголетие». Тренировки проходят каждую среду в зале картинной галереи. Луиза Аеги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.